всем привет привет на канале сестрицы в тире света а меня зовут кристина и вместе ведем блог по похудению немного мы уже похудели и пришли на тренировку на нашу любимую площадку девочки вы увидели наши плюшики это все твои роллы спицей да плюс мы немного у мамы отмечали день учителя на завтрак я ем 112 грамм вареного молодого картофеля дальше тушеный кабачок 50 грамм вместе с яйцом и также тушеное мясо говядины 82 грамма и пол помидора кушать буду одно яйцо 2 куриные гаутки в пляре и стерчковую фасоль москва 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 Светлана, что ты набрала? Так, ну, салфетки, клювцы. Будем кофе гонять с клювцами. С элочком. Творог, ну, дезик. Творог, сколько процентов? Творог, пять процентов. И яички. Ну, на этой неделе у меня получилось два раза. Я, как бы сказать, не на этой, а на то. Я все время зажорчик у меня был. У меня день рождения, у день учителя. Ну, девчата, многие мне написали еще после дня рождения Машина, что ты будешь плюс, там ты знаешь, что будет плюс, но ешь роллы. Да, девочки, я знаю, что будет плюс, и я ела эти роллы с удовольствием. Потому что если не будет хоть какой-то радости в жизни, конечно... Это то же самое, когда вот зарабатывать, зарабатывать. И ничему не радоваться. Девчата, я и так не пью. И эти деньги не нужны. Не куру сигареты. Ну да. Я ничего не зло поупрепляю вредных веществ. У меня действительно радость в жизни осталась иногда поесть роллы и пиццу. Это не каждый же день. Да, и может быть даже кусочек тортика. Поэтому, девчата, ну, до такой степени мы же не можем взять и уйти в монастырь. Раз мы живем нормальной жизнью, можем. Мы, главное, на следующий день... Вы сами себя разрешили. Да, брать себя в руки. Все-таки это праздник, день рождения, там, какой-то еще... Должен же быть хоть и когда-то иногда, потому что будет срыв. Если до такой степени себя ограничивать, вообще никогда, ничто. А мой плюсик, мне кажется, сойдет быстро, потому что роллы я вчера ела. Они задержали воду, я думаю, завтра у меня уже... Ну да, у тебя всегда прям на роллы так сильно. Да. Даже если ты чуть-чуть роллы, одну маленькую порцию съешь, у тебя почему-то так задерживается соль. Так что, девчата, мы себе простили этот плюсик. У нас все равно скоро марафон. Мы похудеем намного... Я похудею намного. Мы... Зачем я за всех говорю? Я просто знаю, что я точно. И вот такой как раз вопросик по теме. Да, Елена пишет. Это тоже моя проблема алкоголь. Люблю вино и пиво, особенно летом не могу бросить. Пью, конечно, в меру, но бросить никак не могу совсем. Ну, тема алкоголя это, да, тяжелая, потому что при похудении тяжело сказывается алкоголь. Девочки, я пока хотя бы даже изелька выпивала на праздники. Я набирала только вес, сильно-сильно. Сильно прям набирала. Сам алкоголь по себе очень калорийный. А во-вторых, сколько еще съешь во время выпивки. Да, когда праздник, если я вот... Вот одна какая-то рюмочка или бокальчик попадает мне в рот, все, все, что на столе, оно все вот одним шквалом сразу польется. У меня какие-то тормоза полностью отключаются. Я начинаю есть прямо вот как не в себя. Вот как будто помимо меня еще три человека есть. У меня три заполстных желудка, я их все вот так накидываю. А если нет алкоголя, я могу себя контролировать. Тогда же если контролировать, все равно аппетит еще алкоголь вызывает добавок. Ну вот этот безконтроль получается. И в голове, конечно, все безконтроль отключается. Ну, ты думаешь, завтра начну нормально все. А завтра приходит похмелье. А во время похмелья... Вот, а это уже моя беда. Я на второй день ем как оглашенная, все подряд. У меня просто жуткий звезд. У меня в тот день, когда я выпиваю, я учиться не ем. Я даже если пиво бокальчик и два, выпью пиво, все, на следующий день я ем как не в себя. Мы бегаем по всему городу тогда. Но это не сейчас, сейчас такого уже нет. Сейчас же уже год, Кристия больше, уже полтора минуты. И все, где мимо проходим. Шаурма полетела, чебурек полетел, мороженое, потом еще что-то. Уложеное, ходим в кафешечки. И каждый час перекус какой-то у Светланы. Но это если у нее второй день. У меня на второй день подташнивает. Потому что, представляете, съесть там пол стола, у меня подташнивает. А ее наоборот. Да, я за столом могу и не особо-то поесть. Ну, просто закусывать что-то там, перекусить. Там Айолинка и двумя роллами, там кусочек пиццы и все что-то. Десятый, да. А на следующий день хана. В теме марафона. Как раз, смотрите, мы все говорим уже про праздники. Марафон тоже канчивается за несколько дней до Нового года. Смотрите, мы же с вами сбросим по многу за два месяца. Хотя бы по пять килограммов, у кого большой вес. Надо как-то будет себя контролировать за новогодние праздники. Почему у нас те группы и просили не закрывать марафон, чтобы мы на Новый год смотрели, кто что переезд и друг друга поддерживали, чтобы не уйти в жуткий зажор. Единственное, что мы можем потом, когда будем закрывать эту группу, кто захочет, может к тем группам подсоединиться потом. Кому нужно будет. А то вот эти десять дней праздников, блин, девочки. Плюс ты с детьми, плюс ты к родителям ходишь, ходишь к родне, там еще куда-то. Ты не работаешь, ну, многие сферы не работают, там бюджетники. И мы что делаем? Мы сидим, смотрим все передачи и едим с утра до вечера. Или по гостям тоже едим. Да, и еще пьем по гостям опять. Ну, как бы все, десять дней мы пьем и едим, пьем и едим. Так что, девчата, сильно не сорвайтесь. А то скинем помногу, а потом наедим. Скинем по пять, а наберем по десять потом. Как-то надо будет себя гоничить. Как-то мы, может быть, потом в группу будем сбрасывать рецептики низкокалорийных салатиков, чтобы они были не такие, как оливьешечка. Понятно, мы для родней оливье там сделаем щель под шубу с майонезами. Какие-то, может, салаты именно для нас, чтобы мы могли себе на праздничный стол сделать такие. Чем мы могли перекусывать всю ночь? Дело, что вот раз опять захотел есть. Ну, как я в том году похудела, я набрала на Новый год одну всего лишь тарелку. У меня еще тогда, а, были весы. Я набрала, у меня там грамм 350-400 вышло. Всех салатов по ложке. Я один раз это поела, и я больше уже не ела. Я просто хорошо наелась и больше не ела. Какой ты молодец. Ну, я это рассказывала девчатам. Я уже забыла. Но, может, вдруг у меня так опять не получится уже. А мне за всю жизнь так надоели все эти салаты. Я в том году заказала себе роллы и просто ничего больше не готовила. Да, да, я помню. Все же видео есть. Если что, девчата, переходите, смотрите. Это у нас видеодневник нашей жизни уже целый год. Так что можно посмотреть, что мы занимались на тот Новый год. Да, мы ходили на елку, взрывали петарди. А в этом году хочу что-нибудь приготовить такое из мяска. Да, может нам девчата какие-нибудь дадут рецепты салатов. Да мы вместе приготовим с вами. Ну да, низкокалорийные какие-нибудь. Поищем. Было бы очень интересно. Мне часто в личку девчата скидывают. Надо будет тебе показать. Да? Хорошо. Мы все это организуем. Мы, может, сделаем даже какую-то рубрику. Салат, легкие салатики для похудения на Новый год. Что-нибудь такое будет у нас. Сейчас пойдем заниматься спортом. Кушать с Кристиной будем по одному вареному бедру. Рагу из баклажанов, кабачков, болгарского перца, чесночок. Зелень и пекинская капуста. И салат из свежих овощей. С маслом растительным. Огурец, помидор, болгарский перец, лучок и зелень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мы получили посылочку от Ticketex. Вот распаковали, сейчас вам покажем. Первая у нас футболочка. Цвет брусничный, 58 размера. Вот такая сеточка Натали. Это Кристина себе заказывала. О, какое качество. Какое лучшее. Смотрите, сейчас я вам покажу. В-образный город вырис. Так, хлопок 95%, лайка 5%. А, ну я смотрю, что форма немножко другая. Что тут добавочка есть какая-то. Растягиваться не будет. Такая красота. Сейчас Кристина померит. Так, следующая футболка, 48 размера. Это мне. Тоже, наверное, с лайкой прям чувствуется. Да, 95% хлопка и 5% лайкра. И там мы все, в спортзал готовимся. Вот, боеобразный вырез. Футболок много не бывает. Конечно. Футболка всегда нужна. И для дома, и для спортзала, и все. Для всего. Дальше тут шикарное платье. Цвет красный, 60 размера. Девочки, я покупала в подарок маме на день учителя. Хотела, чтобы она красива. Ну, немножко позже пришла посылочка. Вот. Ну, мы ей и так подарим. Хоть у нее корпоративки уже прошли, она просто будет ходить на занятия. Девочки, ты на себя померишь? Конечно. Можешь с ней приблизительно одного размера. Смотрите, какая интересная головина. Хомутиком. Кармашек такой. Я как раз специально побольше, она 58 размера. Я купила оверсайз, чтобы было. Это тебе какая красивая молния боковая. Потому что мама не любит в обтяжку ничего. Рукавчик три четверти. Девочки, мы хотели показать, какая ткань, чтобы вы не думали, что она как сплошная. Она не сильно плотная, она тоненькая такая. Прочитай состав, чтобы девочки, ну, как бы, не знали, что из чего она состоит. Так, 95 полиэстер процентов и 5 спандекс. Спинка шовная. Вот оно, кажется, как будто в дырочку, но оно ничего не просвечивает. Да, мы сейчас на кресте не померим. Ничего не просвечивает. Все эстетично и культурно. Так, и последнее платьишко мы заказали для меня. Куча праздников впереди. Конечно, Новый год. На носу такое платье с поясом. Очень красиво. Цвет бордо. Так, вблизи ткань показываем девочкам. Сейчас я, подожди, прочитаю. Платье женское, жадко. 48 размер, цвет красный. На самом деле он бордовый. Состав. Самое главное состав. Сейчас состав. Почитаем. Так, девочки, подождите минуточку. Она, наверное, не здесь. Да, вот. Состав. 95% спандекс и 5%... А, нет. П. 95% и спандекс 5%. Я вблизи показываю. Да, вот такие блесточки. Чтобы все видели, какая ткань. И вот еще вставочки такие хорошие. Типа под кожу или что-то такое красивое. Ну что, девочка. Скоро Новый год. Блески очень понадобятся. Ссылочка у нас под видео, в описании. Заходите, выбирайте в этот магазин. Там очень много платьев других красивых. Там платьев красивых. И постельные, там все-все. Так что, заходите, девчата, и закатывайте. А мы сейчас все примерим. Вот футболочка на Кристиночке. Шикарно села. Нигде ничего не жмет. Отлично сидит. И тянется, да? Самое главное, что лайк рычет. Да, лайк. Видите, сразу же, как резиночка. Она не будет растягиваться. Отлично. Супер, я довольна. И вот моя футболочка чайного цвета. Классическая футболка. Та-дам! Девочки, вот какая красота на Кристине. Девочки, ну цвет не такой, как на камере. Да, он не алый, он просто красный. У тебя к глазам твоим хомутик этот идет. Я знаю, что верх хомутик. У нас мама любит вот такой ворот. И ей очень понравится. И фигура у нее другая. У нее не такое яблоко, как у меня. Поэтому ей это платье. И учитель уже. Вот видите, длина, как хорошо будет. Да, да, да. Как раз... Кристин, тебе очень идет, кстати. Ну, как женщине уже преклонного возраста вообще шикарная длина. Ну, да. Ну, тебе, конечно, это ж ты на маму, Белла. Тебе покороче бы что-то. Ну, да. Просто мне, ну, не мой фасон с фигурой яблока. Да. А с фигурой, как у мамы, вот такой, как бы более-менее... Ну, на видео это плотный трикотаж, девочки, нет. Он тоненький такой, продувается. Будет в нем не жалко. И там он как сеточка. Смотрите, видите? Угу. Он сеточкой сделан. Ну, ничего не просвечивает. Все красиво. Не думайте, что это прям плотная ткань. Угу. А не... Это легкая ткань. Так, так. Вот платьишко. Ой, шикарно. Ну, для праздника как раз будет... Света, ты... Выйти в свет куда-нибудь. Ты такая странняшка в этом... С лугодками, конечно, будет еще лучше. И с каблучком. Ну, шикарно. С лупатиком. Пояс так этот... Пояс прикольный вообще. Мне кажется, вот ты сейчас и без пояса тоже оно красиво платье смотрела. Ну, пояс, конечно, еще больше, ну, богаче, красивее делать. Ну, подчеркивает, да. Талю подчеркивает. На ужин я буду есть тушеное бедро с кабачком, а также морскую капусту, болгарский перец и укроп. Кушать буду две рыбки в небольших камбалах и огурец. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок